Мы продолжаем говорить о требованиях к диссертации. В прошлой лекции мы говорили об определенных академических умениях, которые позволяют качественно работать с материалом для диссертации. А сейчас мы поговорим о научной терминологии. Научный текст не мыслим без употребления научной терминологии. Благодаря специальным терминам становится возможным в сжатой экономной форме давать развернутые определения и характеристики определенных фактов, процессов или явлений. Однако подбирать научные термины и определения необходимо очень внимательно. Нельзя произвольно смешивать в одном тексте различную терминологию, помня, что каждая отрасль науки имеет свою, присущую только ей терминологическую систему. Конечно, в работе не должно быть грамматических и пунктационных ошибок. Сейчас мы более подробно рассмотрим некоторые особенности научной речи, которые существенно влияют на культурно-стилистическое оформление научной работы. Прежде всего, следует отметить наличие большого количества существительных с абстрактным значением, а также от глагольных существительных, например, исследования, рассмотрения, изучения и т.д. В научной прозе широко представлены относительные прилагательные. Именно они, в отличие от качественных, позволяют с максимальной точностью указывать достаточные и необходимые признаки понятий. В научном тексте, используя качественные прилагательные, предпочтения отдают аналитическим формам сравнительной и превосходной степени. Для образования сравнительной степени часто используют слова «наиболее» или «наименее». Особенностью языка научной прозы является отсутствие экспрессии. Отсюда доминирующая форма оценки, констатация признаков, присущих определяющему слову. Поэтому большинство прилагательных являются здесь частями терминологических выражений. Необходимо обратить внимание, что подавляющее большинство научных терминов употребляется с определенными прилагательными. Примеры такого применения представлены в нашей таблице. В этой таблице представлены основные научные понятия. Это такие понятия, как проблема, вопрос, задача, изучение, анализ, материал, данные, факт и информация. В таблице вы можете видеть определение этих основных научных понятий. В научных работах также широко используются действительные причастия прошедшего времени. Например, участвовавший в опыте или выдержавший испытания. Часто можно встретить страдательные причастия настоящего и пришедшего времени. Читаемая книга, к примеру, или изученный вопрос, проверенные результаты. И в первом и во втором случае не фиксируется отношение к описываемому действию на момент высказывания. Реже используются глаголы условного наклонения. Глаголы же повелительного наклонения в диссертациях не встречаются. Часто используются возвратные глаголы, пассивные конструкции, что обусловлено необходимостью подчеркнуть объект, предмет исследования. Например, в данном параграфе рассматриваются три точки. Научный текст требует смысловой завершенности, целостности и связанности. Поэтому важнейшим средством выражения логических связей здесь являются специальные функционально-синтаксические средства. Они указывают на последовательность развития мысли, отрицание и причинно-следственные связи, переход от одной мысли к другой и выводы. Для наглядности вы можете обратиться к таблице специальных функционально-синтаксических средств, которая помещена в раздел с основными материалами этого курса. В ней вы найдете перечни вводных фраз и выражений, которые очень помогут вам в сохранении последовательности изложения ваших мыслей на бумаге. Конечно, это далеко не исчерпывающий список, но он поможет при работе с диссертацией. Таким образом, в рамках этой лекции мы обговорили особенности научной речи, учитывая которые соискатель в работе на диссертации будет более успешен.